Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. У этого подкаста есть старый друг и надежный партнер, провайдер облачной инфраструктуры «Селектал». Кстати говоря, «Селектал» — это вообще первый партнер, который пришел в мой подкаст и предложил долговременное сотрудничество. И вот мы уже четыре сезона вместе. Пошел пятый. Спасибо, «Селектал». За это время мы делали рубрики про мечты о будущем из прошлого, ретро-футуризм, рубрику «Как это устроено в прошлом сезоне», где я рассказывал о важных технологических деталях того времени. И вот теперь новая рубрика, которая называется «Эврика». Рубрика «Эврика». В ней я буду рассказывать об изобретениях прошлого, которые меняли правила игры и влияют на нашу жизнь до сих пор. В 1897 году в России проходила всеобщая перепись населения. Это вообще первая в России всеобщая перепись населения была. Я как-то пару раз ее упоминал. И чтобы полностью обработать эту информацию, требовалось несколько лет. Так вот, для подсчета собранных данных, тоже впервые, в России были использованы специальные машины. Табуляторы холлерита. Вот как они работали. Сотрудники статистического комитета перенесли данные из переписных бланков на перфокарты. Это такие плотные листки бумаги. И в этих перфокартах по определенной системе пробивались дырки перфоратором. И вот с помощью различных комбинаций этих дырок в разных местах можно было кодировать всю информацию. И дальше перфокарты по очереди загружались в табулятор. Машина считывала расположение этих отверстий и самостоятельно складывала количество перфокарт. И вот раньше, как я сказал, такие подсчеты могли занимать вручную несколько лет. А теперь за несколько месяцев статистики получили море информации. И это был невероятный прорыв по тем временам. Машина, которая может подсчитать миллион бумажек вместо огромного штата счетчиков. Ну, я имею в виду людей-счетчиков. Такая технология сразу получила огромный спрос в самых разных областях. Конструктор этих машин, американец Герман Холлерит, Вскоре перестал справляться даже с количеством заказов от разных правительств, от железнодорожных компаний, банков и так далее. И вот его фирма тогда вошла в состав другой компании. Computing, Tabulating, Recording. А потом эту компанию, CTR, переименовали в International Business Machines, сокращенно IBM. И компания эта живет и здравствует до сих пор, наверняка вам известно. Сегодня для сложных расчетов и аналитики данных перфокарт недостаточно, конечно. Объем информации для анализа увеличился в разы. А с его обработкой могут справиться только мощные серверы. Именно такие есть у Selectel, партнера подкаста. IT-инфраструктура проведера позволяет клиентам обучать нейросети и выстраивать сложные аналитические системы. А вот что касается машины Холлерита, то эта машина довольно интересно выглядела в жизни. И я ее фотографию выложу в телеграм-канале подкаста, подписывайтесь на него. И, кстати, мы тут решили, что посты с дополнительными материалами, с фотографиями, с видео по мотивам нашей совместной рубрики будут выходить в телеграм-канале каждую неделю по четвергам. А у самого Selectel тоже есть свой телеграм-канал, и там они делятся важными новостями, полезными IT-материалами, анонсами собственных вебинаров и метапов. И чтобы вы могли подписаться на их телеграм-канал и узнать больше о сервисах компании, я оставлю ссылки в описании этого выпуска. Из официального источника сообщает. Германский социал-демократ Гаазе в беседе в Копенгагене с русским журналистом утверждал, что известный доктор Гельфанд, он же Парвус, служит посредником между германским правительством и вашими большевиками и доставляет им деньги. Газета «Живое слово», 5 июля 1917 года. Военной цензурой установлен непрерывный обмен телеграммами политического и денежного характера между германскими агентами и большевистскими лидерами. Газета «Речь», 7 июля 1917 года. Большевизм скомпрометировал себя безнадежно. Большевизм оказался блефом, раздуваемым немецкими деньгами. Подобными статьями в июле 1917 года были забиты все без исключения газеты России. В стране только что чуть не произошел вооруженный переворот. Матросы и рабочие с большевистскими лозунгами подняли восстание в Петрограде, но оно было подавлено верными правительству войсками. И вот буквально в самый разгар этих событий появились сенсационные сведения о том, что большевики напрямую финансировались врагом Германской империи. И это во время тяжелейшей Первой мировой войны. Казалось, что для Ленина и его партии наступили последние дни. Ленина, Зиновьева и Каменева объявили в розыск. Арестовано было общим счетом около 800 большевиков, в том числе и Троцкий был арестован. Закрыта газета «Правда». Ленин бежит в разлив, и там живет в стагу сена на берегу озера. Кажется, что организация большевиков разгромлена на голову и больше не поднимется. И самым страшным обвинением, конечно, стали немецкие деньги. Теперь слово «большевик» синонимично словосочетанию «немецкий шпион». Откуда и как эти деньги шли из Германии? Да и шли ли вообще? Чтобы во всем этом разобраться, надо, наверное, начать с февральской революции. Итак, представьте себе Ленина в Швейцарии в феврале 1917 года. Совершенно неожиданно для всех вообще, и для Ленина в частности, за неделю рухнула царская власть. Произошло событие, которое Ленин ждал и готовил всю свою жизнь. Он уже не надеялся увидеть это воочию. И вот Ленин мечется просто как зверь в клетке. Он очень хочет в Россию, потому что начинает заниматься пожар, который по всем признакам и есть начало той самой мировой революции. Очень-очень скоро этот пожар перекинется на Германию, а потом и на другие страны, и нужно поддержать этот пожар. Нужно не дать его загасить. Только да, как это сделать? Потому что Швейцария, где сидит Ленин, окружена Францией, Италией, Австрией и Германией. Франция и Италия – союзники России. Они не выпустят Ленина, потому что политическая позиция этого человека прекрасно известна союзникам России. А позиция, кстати, у него такая. Рабочие всех стран должны перестать стрелять друг в друга и начать стрелять в капиталистов-эксплуататоров, начиная с собственных офицеров. И вообще последнее, что хотелось бы странам Антанты, чтобы российские солдаты начали брататься с немецкими солдатами и стрелять в командование. Вот, например, Троцкий. Он рискнул поехать из США в Россию через Канаду и мгновенно просто был задержан британскими властями. С другой стороны, ехать через Германию – это значит дать в руки политических врагов просто бронебойный аргумент. Получается, немцы пропустили Ленина, потому что Ленин немецкий шпион и прибыл в Россию, чтобы действовать в интересах врага. Короче, Ленин всерьез даже рассматривает вариант перелета на аэроплане. В какой-то момент Надежда Крупская обнаружила мужа в дверях буквально чуть ли не с чемоданчиком. Он сказал, что уезжает в Россию, что вот типа я раздобыл себе шведский паспорт, а чтобы не спалили, Ленин собирается притворяться глухонемым. И Крупская, короче, заметила, что, ну, как бы велика вероятность спалиться, Володя. Может тебе приснятся кадеты или меньшевики, и ты начнешь во сне кричать, сволочи, сволочи, и вот тебя спалят. Короче, уговорила таким образом мужа остаться. Но нужно же что-то делать. И именно тут в нашей истории появляется Александр Парвус, он же Израиль Гельфанд. Именно ему, скорее всего, принадлежит идея переправить Ленина с товарищами в так называемом «опломбированном вагоне», в кавычках, через Германию, короче. И вообще дальше во всей этой истории с немецкими деньгами он, Александр Парвус, будет играть ключевую роль. Кто это такой? Это немецкий социал-демократ с очень неоднозначной репутацией. Звездным часом Парвуса был 1905 год, когда он приехал в Россию. Он тогда выступал на митингах, вместе с Троцким издавал газеты, он составляет прокламации, пишет разные резолюции для Совета рабочих депутатов. В конце концов, его арестовали, сослали в Сибирь. Из Сибири он сбежал, сбежал в Германию. И вот дальше его история стала несколько более респектабельной, что ли. Надо сказать, что Парвус любил все делать с размахом. Масштабы подпольной деятельности его не удовлетворяли. Парвус любил деньги. И вообще не сказать, чтобы отличался большой чистоплотностью. Например, одно время он был агентом Максима Горького. Он организовал постановки пьесы на дне в Германии. И вот что Горький сообщает об их сотрудничестве. 20% со всей суммы получал он. Остальное делилось так. Четверть мне. Три четверти в кассу социал-демократической партии. За четыре года пьеса обошла все театры. У Парвуса собралось, кажется, 100 тысяч марок. Но вместо денег он прислал письмо, в котором добродушно сообщил, что все эти деньги он потратил на путешествие с одной барышней по Италии. Какой молодец! Ну, короче, в какой-то момент Парвус стал сотрудничать аж с германским правительством. Дорос до того, чтобы быть агентом фабрик Круппа в Турции. Продавал туда пушки. С точки зрения революционеров это уже совсем зашквар. К началу Первой мировой войны Парвус окончательно испортил себе репутацию среди революционеров. Но, впрочем, он не очень унывал, потому что хорошо зарабатывал. Но нельзя при этом сказать, что и германское правительство сильно доверяло Парвусу, но, по крайней мере, прислушивалось к нему. Так вот, во время войны этот Парвус презентует немцам следующую идею. Надо нам поддерживать сторонников революции в России. Чем больше у России проблем, тем Германии лучше. А вот он, Парвус, как раз знает всех нужных людей, которые могут устроить проблемы в России. Поэтому, говорит он, дайте мне денег, а я буду передавать их революционным элементам в России, а они там будут уже трубы шатать. И вот в 1915 году Парвус получил на эти цели от германского правительства 1 миллион рублей. Это более чем дофига, даже с учетом инфляции, но меньше, чем Парвус просил изначально. И тут я бы сказал, что сложно вообще определить, сколько из этих средств пошло на революцию, а сколько в карман лично Парвусу. Потому что, ну, по понятным причинам проверить эти расходы германское правительство не могло. И вот, значит, наступает 1917 год. В России февральская революция. Парвус, естественно, говорит, смотрите, какой я молодец, смотрите, как я хорошо работал. И вот, кстати, у меня есть еще одна идея. Тут в Швейцарии сидит один убер-мега-деятельный революционер, Ленин. Он очень хочет попасть в Россию, но не может. Ну да, действительно, в России уже произошла революция. Но вот это новое правительство, временное, видите, оно декларирует верность союзникам. Так что Ленин с его антивоенными лозунгами будет очень кстати. Ну да, это большевики. Да, это не очень влиятельная сила, даже немного маргинальная. Но, как бы, они деятельные, профессионалы. Почему бы не перебросить их в Россию? Хуже точно не будет. А вот польза некоторая возможна. Германское правительство согласилось. Но проблема была в том, что, как вы помните, у Парвуса максимально испорчена репутация в среде российских революционеров. Ему никто не доверяет. Ленин с ним не то, что общих дел иметь никаких не хотел. Он просто разговаривать с ним отказывался. То есть буквально при личной встрече с ним на каком-то собрании Ленин прямо просил занести в протокол, что он отказался с Парвусом говорить, чтобы было это все документально засвидетельствовано. И вот поэтому посредником между Парвусом и Лениным выступает агент Парвуса в Стокгольме и одновременно член партии РСДРП, то есть родной партии Ленина, Яков Ганецкий, он же Яков Фюрстенберг. Ганецкий близко знаком с Лениным, но вообще Ленин сказал Ганецкому, что от Парвуса он никакой помощи принимать не собирается. Но вы же помните, как он рвется в Россию. И в конце концов оказалось, что предложение Парвуса и Ганецкого оказалось единственным реальным вариантом. Ну, потому что, ну, не глухонемого же из себя изображать. И вот для того, чтобы эта поездка не казалась совсем уж зашкваром, Ленин зовет с собой ехать представителей всех политических сил. Он зовет меньше века Марта, он даже зовет французского писателя Ромена Ролана с собой, но все отказываются. Даже будущий нарком просвещения Анатолий Луначарский и динамит Ленина. Ну, это как-то совсем некрасиво во время войны ехать через Германию в России. И поэтому с Лениным соглашаются ехать только самые преданные большевики. Они загружаются в этот вагон, и Ленин рисует на полу вагона черту мелом и требует, чтобы большевики не заступали за нее, а немцы, чтобы в вагон не входили, ну, чтобы никто не мог заподозрить Ленина с товарищами в том, что они как-то взаимодействуют с немцами. Ну, то есть, если что, вагон не опломбировали по-настоящему. Ну, просто, да, сам факт того, что немцы, которые ведут войну с Россией, пропускают Ленина, он как бы недвусмысленно говорит о том, что немцы понимают, что им это выгодно. И Ленин понимает, что немцы это понимают. И в России это тоже всем вполне очевидно. И вот таким образом Ленин приезжает на немецкое побережье Балтики. Он там пересаживается на пароход и прибывает в Стокгольм, ну, то есть, в нейтральную Швецию. И здесь их встречает на причале Яков Ганецкий. Тот вот самый агент Парвуса. Яков водит за руку просто Ленина по Стокгольму, ужинает в ресторане с ним и даже компанию всю провожает до финской границы, потому что большевики дальше едут на поезде. И вот в Финляндии это уже Российская империя. Ленин явно нервничает. Он даже предполагает, что его могут арестовать новые власти. Но нет. На Финляндском вокзале в Петрограде поезд большевиками встречают торжественно с военным оркестром и с цветами, потому что Россия празднует прибытие домой всех революционеров, всех оппозиционеров, всех противников царского режима без различия их политической текущей позиции. У этого подкаста есть друг и партнер. Авиасейлс «Еще» сервис для тех, кто хочет получать еще больше выгоды от путешествий. В сервис входит служба тревел-консультантов, готовых помочь 24 на 7, тревел-кэшбэк, подборки секретных локаций от местных и аудиогиды с озвучкой «Кубик в кубе». Стоит все это 1490 рублей в год. Подробнее о сервисе Авиасейлс «Еще» по ссылке в описании эпизода, а промокод «Закат» даст скидку в 10%. И вот вместе с Авиасейлс «Еще» в подкасте теперь будет выходить рубрика про не самые очевидные места в России, которые можно посетить прямо сейчас и которые были важными или интересными на закате империи. И вот сегодняшняя точка на карте это Выборг. Если вы сегодня не можете полететь за границу по каким-то причинам, то Выборг самый очевидный альтернативный вариант. Почему? Потому что это, мне кажется, самый заграничный город, что есть в России. Вот Ленин. Он едет в Петербург через Финляндию. А граница с Финляндией тогда проходила в районе Сестрорецка, то есть в 10 километрах от сегодняшней кольцевой дороги. И Выборг тогда это совершенно финский город. Причем это был второй по величине город в Финляндии. 80% населения тут финны, а еще 10 шведы. Короче говоря, это наверняка вообще единственный такой вот прямо иностранный город в России сейчас. Еще Выборг печально знаменит тем, что центр там довольно грустный с точки зрения туризма. Он такой сильно порушенный. Но вот лично мне это кажется не самым плохим вариантом, потому что иногда отреставрированные здания получаются настолько далекими от оригинала, что плакать прям хочется. И поскольку Выборг почти не реставрирует, то тут этой проблемы нет. Все очень аутентично. И я даже вам не хочу советовать ходить в какие-то туристические прям места, типа замка или парка Монрепо. По-моему, самое лучшее в Выборге это просто вот этот старый шведско-финский центр с узкими улочками, с брусчаткой, с домиками, с пылью, с небольшими развалинами, вообще безо всяких новоделов, без стекла и бетона, очень аутентично, очень мило. Рекомендую. Ленин с товарищами сразу по прибытии в Россию начинают действовать согласно предначертаниям Маркса и программе партии большевиков. Прямо на финляндском вокзале, на перроне, едва просто выйдя из поезда, Ленин, воодушевленный встречей торжественной, произносит речь. Вот она. Матросы, товарищи, приветствую вас, я еще не знаю, верите ли вы всем посулам временного правительства, но я твердо знаю, когда вам говорят сладкие речи, когда вам многое обещают, вас обманывают, как обманывают и весь русский народ. Народу нужен мир, народу нужен хлеб, народу нужна земля, а вам дают войну, голод, бесхребетье, на земле оставляют помещика. Матросы, товарищи, нам нужно бороться за социальную революцию, бороться до конца, до полной победы пролетариата. Да здравствует всемирная социальная революция! Ленин буквально сразу говорит, зачем он приехал. Россия должна немедленно заключить мир с Германией. Буржуазная революция, которая произошла в феврале, это только первый шаг. Нужен следующий шаг, революция социалистическая, а империалистическая война в интересах капиталистов должна перерасти в гражданскую войну и закончиться мировой революцией. Нетрудно догадаться, что первые два пункта программы Ленина максимально соответствуют надеждам германского генерального штаба. Одна революция уже сильно попортила кровь России. Вторая авось вообще ее доконает. Агитация за мир явно будет действовать на войска разлагающе. Ну, а что касается мировой гражданской войны и мировой революции, то это дело кажется нескорое. Дай бог, как-нибудь разберемся. Но одних речей, конечно, мало. Ленин вообще не из тех людей, которые полагаются на речи. Ленин сразу действует максимально активно. История дала ему шанс. Не воспользоваться им нельзя. И вот удивление этими фантастическими идеями Ленина настолько высоко, что даже его соратники-большевики с трудом подбирают челюсть из пола. Петроградские большевики считают программой максимум фракцию в будущем парламенте Российской Республики. Ленин, прибывая с вокзала в штаб-квартиру большевиков, кстати говоря, это бывший особняк балерины Матильды Кшесинской, вот он прибывает туда и задает соратникам просто жесточайшую трепку. И вскоре с предельной ясностью просто формулирует задачи своей партии. И с этой программы выступает в Петросовете, то есть в Совете рабочих солдатских депутатов, и публикует соответствующие статьи в газете «Правда». Речи Ленина о неизбежности новой пролетарской революции с требованиями о немедленном мире с Германией, с недоверием временному правительству вызывают в обществе широкий спектр эмоций. От смеха до недоумения. Но хорошо смеется тот, кто через полгода будет формировать Совет народных комиссаров. Подходящий момент для переворота подворачивается буквально сразу. Министр иностранных дел из Временного правительства Милюков поспешил заверить союзников о том, что никаких переговоров о мире с Германией не планируется. И речи об этом вообще нет. Большевики моментально воспользовались ситуацией и призвали рабочих выходить на демонстрацию. Ну, на мирную демонстрацию ничего такого с призывами к миру с Германией, с лозунгами об отставке Милюкова и о недоверии Временному правительству. Тогда до вооруженного столкновения дело не дошло. Совет рабочих солдатских депутатов от имени этих рабочих договорился с Временным правительством, нашли компромисс, Милюкова отправили в отставку, сформировали новое правительство и после этого все, ну, типа, и либералы, и социалисты, и Петросоветы, и Временное правительство, вот все они обернулись на Ленина и такие, типа, спрашивают, ты что творишь? Ты вообще нормальный? Ленин объясняет позицию партии на Всероссийской конференции большевиков. В чем состоял наш авантюризм? Это была попытка прибегнуть к насильственным мерам. Мы не знали, сильно ли масса в этот тревожный момент колебнулась в нашу сторону, и вопрос был бы другой, если бы она колебнулась сильно. Мы дали лозунг мирных демонстраций, а некоторые товарищи из Петербургского комитета дали лозунг иной. Мы желали произвести только мирную разведку сил неприятеля, но не давать сражения. А Петербургский комитет взял чуточку левее, что в данном случае есть, конечно, чрезвычайное преступление. Если вы не поняли, с точки зрения Ленина преступление состояло не в том, чтобы во время войны делать попытку переворота, а в том, что попытка эта была сделана слишком рано. Все, естественно, начинают нервничать. В частности, начинают нервничать союзники России. Вот французский военный атташе в Швеции Тома получает указание из Парижа. Указание такое. Нужно дать возможность правительству Керенского не только арестовать, но и дискредитировать в глазах общественного мнения Ленина и его последователей. А для этого необходимо выяснить, при каких условиях противники революции смогли проникнуть на территорию новой республики, откуда поступают деньги, которые они так легко раздают и кто за ними стоит. По моим первым сведениям, ключ проблемы в Швеции. Срочно направьте все ваши поиски в этом направлении и держите русское правительство в курсе ваших действий и поисков. Причем тут Швеция? Ну, Швеция это нейтральная держава, которая одновременно поддерживает сношение и с Германией, и с Россией. Но самое главное, именно через Швецию действует Александр Парвус. На протяжении всей этой истории нам крайне важны двое человек. Александр Парвус и Якуб Ганецкий. Я про них уже чуть-чуть вам рассказал. Парвус это тот самый нечистый на руку бывший социал-демократ, который работает на правительство Германии. И вот то, что Парвус получал деньги от немецкого правительства на организацию беспорядков в России, это подтверждено абсолютно точно. Есть документы. И вот в Стокгольме у Парвуса есть коммерческое предприятие. Фирма Handels Ог Экспорт. А коммерческий директор этой фирмы Якуб Ганецкий. Именно через Якуба Ганецкого, как вы помните, организовали переезд Ленина. Именно он встречал большевиков в Швеции. Но самое главное, что именно эту фирму Handels Ог Экспорт будут считать позже прокладкой, через которую в Петроград большевикам пересылались немецкие деньги. Именно на эту фирму вышли французы. Ганецкий живет в Стокгольме под фамилией Фюрстенберг. И вот Тома пишет, что у Ганецкого Фюрстенберга есть тут фирма. Фирма эта занимается покупкой и продажей трикотажа. И фирма регулярно получает и отправляет платежи в Петроград. И что глава фирмы непосредственно связан с большевиками. И еще он пишет, что нужна помощь Петроградского посольства французского, чтобы установить связь между российскими контрагентами фирмы Ганецкого и большевиками. И вот в начале июля 1917 года из Петрограда в Париж приходит донесение от французского военного атташе полковника Лаверня. Он пишет вот что. Установлено, что этот самый Фюрстенберг поддерживает дружеские связи с Калантай, Лениным, Козловским, здешними руководителями большевистской партии. Много доказательств, что Фюрстенберг немецкий агент. В связи со многими лицами в Германии, которым он передает информации о намерениях большевиков, и с немецким агентом в Дании, выселенным за шпионаж и контрабанду в Данию и занесенным в английский черный торговый список. Первое мнение о том, что группа снабжается немецкими деньгами, в частности, из следующего доказательства. Госпожа Суменсон, подозрительная, только что вложила для Фюрстенберга на счет в Нюа Банкин, находящийся в русско-азиатском банке в Петрограде, есть доказательства тому, что Фюрстенберг, Калантай, Шадурский и Козловский используют условный телеграфный код для отправки денег и уведомления об их получении. Сейчас разберемся во всем этом подробнее. Тут у нас появляется несколько еще действующих лиц. Первая из них это госпожа Евгения Суменсон. Это на самом деле двоюродная сестра Ганецкого. Она была представительницей польской фирмы Фабиан Крингсленд в Петрограде. Еще вот в этом документе упоминается Козловский, а Козловский это юрист-консультант этой фирмы. И вот французская разведка раздобыла общим счетом тексты около 66 телеграмм, которые приходили к Ганецкому, которые уходили от него, начиная с мая 1916 года. И вот там примерно такие сообщения. Нестле не присылает муки. Хлопочите. Суменсон. И вот еще. Финансы весьма затруднительны. Абсолютно нельзя дать крайнем случае 500, как прошлый раз. В карандашах громадные убытки, оригинал безнадежен, пусть Нюабанкин телеграфирует относительно новых 100 тысяч. Суменсон. А вот еще, например, телеграмма от Ганецкого к Колонтай. Стецкевичи отобрали торнео, все сделали, личный обыск, протестуйте, требуйте немедленной высылки нам отобранных вещей, не получили ни одного письма, пусть Володя телеграфирует, прислать ли к какому размере телеграммы для правды. И вот поскольку французы считали, что большевики используют шифр, то под карандашами и мукой здесь, по-видимому, имеется в виду немецкие деньги. Кольцо вокруг Ленина сужается. Тем временем на Восточном фронте очень серьезные проблемы. Летнее наступление русской армии, которое широко было разрекламировано в прессе, заканчивается просто катастрофой. Солдаты, не желающие воевать, разбегаются. Офицеры буквально формируют отряды из своего числа, чтобы задержать контрнаступление немцев. Офицеры гибнут поэтому тысячами. Русская армия полностью теряет все ранее захваченные территории на Западной Украине. И одновременно происходит очередной правительственный кризис, в результате которого часть министров опять уходит в отставку и их заменяет на новых. Короче, это очень удачный момент для второй попытки. В Петрограде опять выходят на улицы рабочие, сторонники самых левых направлений, большевиков и анархистов. Полмиллиона человек на Марсовом поле несут лозунги «Долой министров-капиталистов!» Мир всему миру и вся власть советам. Некоторая шизофреничность происходящего состояла в том, что вот эти самые советы, которым хотели отдать власть рабочие, не очень хотели ее брать. Советы были левыми, но у большевиков не было в них большинства. Вот, например, Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов призвал оканчивать демонстрации и успокаиваться. То есть, типа, с одной стороны рабочие идут с лозунгом «Вся власть советам», а с другой стороны советы такие «Блин, спасибо, ну не надо, камдаун, чуваки, эй, где наша армия? Пожалуйста, армия, защитите нас от тех, кто хочет дать нам власть». Идея этого маневра была в том, чтобы отобрать власть у временного правительства, аж внутри советов, типа, мы большевики как-нибудь сами разберемся, власть возьмем. Надо пирог есть последовательно. Короче, на сторону протестующих начали уже переходить войска, например, первый пулеметный полк, матросы Кронштадта тоже такие хотят поучаствовать в заварушке, началась стрельба, появились первые убитые. Ну, в общем, тогда, в июле, верных войск оказалось больше, полной поддержки большевики и анархисты не получили. В Петрограде объявляют военное положение, и туда начинают прибывать войска с фронта, ну, в общем, переворот не получился. В другой раз, пацаны. Надо сказать, что Ленин потом всегда отнекивался от того, что все это было организовано большевиками. Он утверждал, что это просто стихийное возмущение масс. Ленин, типа, ты опять хотел свергать правительство? Не-не-не, это ребята свергали, я просто рядом стоял, и вот поэтому от меня тоже пахнет переворотом. В общем, до сих пор ведутся споры среди историков, насколько это выступление было организовано или неорганизовано большевиками, но вообще у меня нет никаких сомнений, что если бы переворот произошел, то у нас была бы не Великая Октябрьская социалистическая революция, а Великая Июльская. В общем, сам Ленин уже при подготовке Октябрьского переворота проговорился. Вот что он говорил. Если бы мы ударили сразу внезапно из трех пунктов в Питере, в Москве, в Балтийском флоте, то 99 соток за то, что мы победим с меньшими жертвами, чем 3-го, 5-го июля, ибо не пойдут войска против правительства мира. Так что нет, Владимир Ильич, от вас вовсе не случайно пахнет государственным переворотом. Так вот, к деньгам переходим наконец-то, потому что прямо в разгар всех этих увлекательных событий 5-го июля в газете «Живое слово» появляется статья за авторством бывшего депутата Государственной Думы от фракции большевиков Василия Панкратова. Заголовок статьи такой «Ленин, Ганецкий и компания шпионы». В этой статье описываются сведения от некого прапорщика Дмитрия Ермоленко. Этот вот прапорщик попал в плен, в плену его завербовали работать на Германию и перебросили в Россию. А в России этот прапорщик сразу же пришел в контрразведку. И вот в результате газета пишет вот что про Ермоленко. Он был переброшен к нам в тыл для агитации в пользу скорейшего заключения сепаратного мира с Германией. Офицеры германского генерального штаба Шидицкий и Люберс ему сообщили, что такого же рода агитацию ведет в России агент германского генерального штаба и председатель украинской секции Союза освобождения Украины Скоропись Илтуховский и Ленин. Поручина стремится вести всеми силами к подорванию доверия русского народа к временному правительству. Деньги на агитацию получаются через некого Свецена служащего в Стокгольме при германском посольстве. Деньги и инструкции пересылаются через доверенных лиц. Согласно только что поступившим сведениям такими доверенными лицами являются в Стокгольме большевик Яков Фюрстенберг известный более под фамилией Ганецкий и Парвус доктор Гельфанд. В Петрограде большевик присяжный поверенный Козловский родственница Ганецкого Суменсон занимающийся совместно с Ганецким спекуляциями и другие. Военной цензурой установлен непрерывный обмен телеграммами политического и денежного характера между германскими агентами и большевистскими лидерами. Бум! Информацию эту репортером слил министр юстиции временного правительства Павел Переверзов. Собственно, это обвинение во многом помогло тогда затушить беспорядки. Типа, рабочие, солдаты Петрограндского гарнизона, вы не туда воюете, мы ведем войну с Германией, а вы устраиваете восстание по приказу немецкого шпиона. На следующий день на заседании кабинета министров было решено следующее. Всех участвовавших в организации и руководстве вооруженным выступлением против государственной власти, установленной народом, а также всех призывавших и подстрекавших к нему арестовать и привлечь к судебной ответственности, как виновных в измене родине и предательстве революции. Ленин с ближайшими товарищами мгновенно скрылся в шалаш. Рабочие дезориентированы, проходят массовые аресты. Троцкий, например, который вообще-то не был большевиком, самолично является властям и просит его арестовать из солидарности с большевиками. Евгению Суменсон тоже арестовывают. Ее арестовывают собственно одной из первых. В общем, это полный разгром большевиков и вообще любых сил, которые выступают за мир и против временного правительства. Всем кажется, что после такого большевики уже не оправятся. Спустя два дня Временное правительство поручает расследование всех июльских событий особой следственной комиссии во главе со следователем по особо важным делам Павлом Александровым. Естественно, вопрос финансирования большевиков был наиглавнейшим. Шеф-прокурор Петербургской судебной палаты еще в самом начале работы комиссии публично заявил, что следствием добыты данные, которые показывают, что в России имеется большая организация шпионажа в пользу Германии. Следствие между тем велось довольно тщательно и материалы его, кстати, доступны. Суменсон сама активно давала показания, были изучены все телеграммы, все документы из фирмы Суменсон, все движения по счетам, опрошены свидетели, был исследован бюджет газеты правда, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, что выяснилось. Во-первых, насчет вот этого прапорщика Ермоленко, якобы забербованного немцами шпиона, который вроде как и принес известие о предательстве Ленина. Прапорщик этот был допрошен один единственный раз и отпущен. Потому что его участие во всей этой истории настолько просто сомнительное, что его показания никто в здравом уме ни тогда, ни сейчас не принимает в расчет. Потому что, ну просто, судите сами, прапорщика берут в плен немцы, говорят ему, чувак, иди агитируй против войны, кстати, мы даем деньги Ленину. И отправляют его в Россию сразу же. И он тут же является в контрразведку и сообщает об этом. А на дворе как раз июльское восстание большевиков. Как удачно это все складывается. И вот просто участие Ермоленко во всем этом только дискредитирует следствие. От него сразу же начала отмеживаться даже сама контрразведка. Очевидно, что его просто использовали как инструмент для вброса информации о фирме Ганецкого. И вот теперь самое интересное. Тщательно изучив все телеграммы, все движения по счетам, все банковские документы. Комиссия выяснила, что, по-видимому, карандаши и мука из этих телеграмм означали именно муку и карандаши, а не что-то еще. Финансовая отчетность велась Козловским и Суменцом небрежно. Но в целом это норма для того времени. Но самое главное тут то, что движение средств было не из Швеции в Россию, а наоборот. Потому что фирма Фабиан Кринцлен в Петрограде закупала дефицитные товары в нейтральной Швеции и продавала эти товары в России. Понимаете, очень сложно финансировать большевиков в Петрограде, если ты все деньги отправляешь из Петрограда в Стокгольм. В общем, показания Суменсон и свидетелей, телеграммы, движения по счетам, все это указывало на то, что Ганецкий и Суменсон занимались действительно коммерческой деятельностью. Более того, современные историки, которые внимательно изучают эти документы, соглашаются с мнением следствия. Это был тяжелый удар для властей. Признавать его не хотелось. Тем более, что шумиха вокруг Ленина и немецких денег была такой, что сдать назад было просто невозможно. Ну, собственно, да и зачем. Пусть Ленин дальше себе сидит с Тогусена в разливе и не отсвечивает. Общая бухгалтерия большевиков, по мнению исследователей, не сходится буквально тысяч на 30 рублей. Никакого разговора о миллионах из Германии вообще не идет. Причем эти 30 тысяч, кстати, большевики вообще могли легко очень нафандрайзить. Они в этом знали толк. Например, вот есть отчеты о сборе средств на газету «Правда» и на другие большевистские газеты. Так вот, там счет идет на сотни тысяч рублей, которые собраны буквально по рублю. Там солдаты сдавали медали, и георгиевские кресты, женщины кольца сдавали. У всех денег большевиков за весь 1917 год, ну вот за исключением тысяч 30, вполне понятное происхождение. И там, как бы не хотелось временному правительству или хейтерам Ленина это доказать, просто нет места германским миллионам. Как можно знать по этому подкасту, я и сам, небольшой сторонник Ленина. Но вот денег от Парвуса через фирму Ганецкого большевики не получали. И вообще, похоже, не получали никаких сумм от германского правительства. Тому самому миллиону рублей, который был выдан германским правительством Парвусу, этот Парвус, видимо, нашел лучшее какое-то применение. Но, кстати, не всему миллиону, потому что, сюрприз, часть этих денег все-таки досталась Ленину, но не через Ганецкого. Летом 1917 года швейцарский социал-демократ Карл Моор передал большевикам деньги в виде займа всего около 30 тысяч американских долларов. Большевики не знали, откуда эти деньги. Моор сказал им, что получил наследство, а к тому же он был, ну, свой брат-социал-демократ. Так вот, эти 30 тысяч долларов у Моора были именно от Парвуса. Моор был его агентом. Но самое удивительное тут то, что это оказался именно займ, потому что большевики вернули его в 20-е годы. Но в любом случае, если мы говорим про лето 1917 года, фамилию Моора никто не знал. Но нельзя же просто взять и оправдать большевиков. Общественность не поймет. Все убеждены просто, что Ленин это немецкий шпион. А если ты оправдываешь Ленина, так ты, может, и сам немецкий шпион. К тому же, кому это вообще надо оправдывать Ленина? Но, однако, уже к середине августа расследование всерьез забуксовало. В суд с такими доказательствами идти нельзя. Дело точно развалится. А тут еще политическая ситуация начала меняться. Но это уже совсем другая история. Слушайте выпуск «Последний шанс» Керенского. Это самый первый выпуск самого первого сезона. Короче говоря, никакого суда над большевиками и над Лениным никто так и не дождался. И всех задержанных в конце концов освободили безо всякого суда после Корниловского выступления. Но вот что тут важно сказать. Для Ленина совершенно точно не было никакой этической проблемы в том, чтобы брать деньги у врагов России во время войны. В русско-японскую войну большевики брали у японцев и у англичан союзников японцев не только деньги, а прямо оружие брали. Принципиально это вообще не проблема для Ленина и его партии. Но просто если в 1905 году с Японии воевало царское правительство и поэтому брать деньги у японцев не считается чем-то ужасным, то вот в 1917 году с Германией воюет уже революционное временное правительство. И это совсем другое дело. Так себя Ленин подставлять бы просто не стал. Он дураком не был совсем. Я думаю, что он и у Моора не стал бы брать взаим. Если бы он знал, что это деньги Парвуса. Но, впрочем, эта осторожность Ленину не помогла. Можно было взять и не мелочиться, Владимир Ильич. Но, понимаете, Ленин вообще не воспринимал себя гражданином России. Первая мировая война это не его война. Он не может быть предателем. Больше того, он считал, что Россия как страна просто не заслуживает существования. Как, впрочем, и Германия и вообще все остальные страны в мире. Потому что очень скоро начнется мировая революция, которая сметет все эти смешные государственные границы. И на их руинах возникнет новое бесклассовое общество. Так учит Маркс. Ну и поэтому не все равно, через какую страну ты ехал по железной дороге и от какого правительства получал деньги. Поэтому вообще вся эта дискуссия, был ли Ленин немецким шпионом, не был ли он шпионом, получал ли он деньги или не получал деньги от Германии, абсолютно бессмысленны. Германия не враг Ленину, Россия не родина, он вообще не мыслит в этих категориях. На самом деле абсолютно безразлично, брал ли Ленин деньги в Германии или не брал. Но он не брал. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить Катерина Серебренникова, редактор, Дмитрий Которогин, фактчек, Олеся Бутенко, работа со звуком. Ставьте оценочки в Apple подкастах и Spotify, лайки в Яндекс.Музыке и отзывы в Кастбоксе. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok